В доме на улице Бабакина, 15, жители уже сбились со счета, в какой раз у них отключают лифты. Все шесть подъемников не работают. Многоэтажку обслуживает управляющая компания Эстейт-сервис дирекции Куркино-Зао. Жители делятся, чтобы подняться до квартиры, уходит немало времени и сил. У нас 22 этаж, двое детей, собака, один школьник, На всех этажах висит объявление о плановом ремонте лифта с 18 сентября. Однако подъемник отключили на 4 дня раньше. Со слов Игоря Власовца, на ремонт лифтов управляющая компания Эстейт-сервис дирекции Куркино-Зао тратит средства со счета капремонта дома. Суммы всегда внушительные, но оборудование от этого надежнее не становится. Ломается там, например, частотный преобразователь. Он сгорел один раз. Его нужно поменять, это капитальный ремонт. Потом он опять сгорает. Тот же самый, в том же самом лифте спустя год. Если как физлицо купить такой частотник, условно говоря, на Алиэкспрессе, он стоит 50 тысяч рублей, порядка такой суммы. Нам списали со счета порядка 700 тысяч рублей за этот частотник, плюс ремонтную работу. Понятно, юридически, но, конечно, не в 10 раз стоимость должна быть, наверное. А Михаил Прунцов вообще сомневается, что в лифтах проводились ремонтные работы. Его просьбу продемонстрировать неисправное оборудование проигнорировали. Я просил, писал на форум, чтобы предоставили фотографии старых, снятых. Этого сделано не было. Все это забанили, закрутили, ничего не предоставили. Ну, я сделал вывод, что они просто не менялись. Просто через какое-то время лифты запустили и все. А вот Анастасия Иванова уверена, управляющая компанией «Эстейт-сервис» дирекция Куркина-ЗАО специально наказывает людей, которые не согласны с работой коммунальщиков. У жителей давно накопились вопросы, в том числе по расходам за содержание дома. Ну, при всем желании не могут одновременно быть отключены все лифты. Это даже, ну, как бы логически глупо и понятно, что это просто некая игра. Жители единогласно заявили, что хотят знать, когда включат лифты и какая поломка на этот раз привела к отключению оборудования. За ответом мы отправились в компанию «Эстейт-сервис» дирекция Куркина-ЗАО. Сотрудники организации при виде нашей съемочной группы заперли двери и зашторили окна. Здравствуйте. А можно руководство ваше? Ну, мы же видели, что вы здесь стоите. Сотрудники компании на контакт не пошли. Сейчас вопросом лифтов занимаются в администрации округа. Заместитель главы Денис Юрков встретился с жителями многоэтажки и предложил несколько вариантов решения ситуации. Администрации дополнительно на сегодняшний день привлечены, уже сейчас как раз там работает это, в том числе наладчик непосредственно, скажем так, электрооборудования, программного обеспечения. Мы решили еще дополнительно проверить, как работает вообще программное обеспечение, снять, скажем так, все ошибки, посмотреть, что с остальными лифтами. На сегодняшний день два лифта запущены еще с субботы вечера. Сейчас на Бабакино-15 работает наладчик лифтового оборудования от компании «Лифтовые инновации». Дополнительно будет сделано заключение по всем подъемникам. Осталось ввести в строй еще четыре лифта. На сегодняшний день администрация округа прикладывает максимум усилий, чтобы как можно скорее возобновить движение подъемников и вернуть комфорт жителям многоэтажки. Андрей Липанов, Александр Сергеев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.